Наша страна никогда не была в числе лидеров на рынке компьютерных игр, но отрадно, что культовая игра Tetris была изобретена в СССР в 1984 году. Написал ее советский программист Алексей Пажетнов. Появилась подобная электронная забава в Америке, ее создатель уже на следующий день проснулся бы миллионером. А советского программиста баснословные дивиденды благополучно обошли стороной. Это Точнее.ру. Добро пожаловать на наш телесайт. Информация об отменах занятий школьников в актированные дни теперь будет публиковаться на сайте tumancity.ru. Напомню, это официальный портал администрации Тюмени. Решение размещать информацию об актированных днях было принято в связи с многочисленными обращениями жителей города. Данные будут появляться на сайте с 6.30 утра для первой смены и с 11.15 для второй. Там же на сайте доступны таблицы параметров погодных условий, необходимых для отмены занятий. Так, например, чтобы актировка порадовала или, напротив, огорчила всех школьников с 1 по 11 класс, нужно, чтобы температура на улице опустилась до минус 40 без ветра или до минус 35 при ветре более 2 метров в секунду. Заходить в сеть, не выходя из салона автобус. На сайте adamtuman.ru сообщается об успешном тестировании оборудования, которое позволит пассажирам маршрута Тобольск-Тюмень пользоваться интернетом в пути. Канал связи обеспечивают 3G-модемы и роутеры. Важно отметить, что услуга бесплатная и на стоимости поездки не отражается. Пока что на связи с виртуальным миром находятся два автобуса. В дальнейшем планируется оборудовать и другие автобусы на маршруте Тобольск-Тюмень. На портале Мега Тюмень продолжается конкурс под названием «Самый лучший класс». Причем интересен он может быть не только школьникам, но и их родителям. Ведь главный приз за победу в конкурсе – выпускной за счет портала в одном из ресторанов Тюмени. Напомню, в конкурсе участвуют только 11 классы. Все заявки уже приняты, и в данный момент на сайте идет активное голосование. Причем голосование открытое, и за его промежуточными результатами можно следить в режиме онлайн. Основное соперничество развернулось между двумя 11 классами – гимназией при Тюменском государственном университете и школой номер 72. Теперь, чтобы зарегистрироваться в социальной сети Google+, не нужно ждать совершеннолетия. Компания Google разрешила регистрацию в своей социальной сети пользователям начиная с 13 лет. Добавила ряд функций, которые призваны защитить их личные данные, сообщается на сайте РИА Новости. До сих пор регистрация в Google+, была формально разрешена для пользователей старше 18. Однако теперь создать аккаунт в соцсети могут тинейджеры в большинстве стран мира, за исключением Испании, Северной Кореи и Нидерландов, где требования закона к возрасту пользователей подобных сайтов выше. Нововведение позволит Google+, эффективнее конкурировать соцсетью Facebook, по правилам которой пользователи также должны достичь 13 лет для регистрации на сайте. Вместе с тем, Google+, добавила ряд функций безопасности для несовершеннолетних пользователей. В частности, когда подросток попытается оставить публичные сообщения в соцсети, то есть доступные не только его собственным кругам, но и всем, кто подписан на его обновление, Google+, предупредит его об этом. Написать несовершеннолетнему пользователю сообщения также смогут только те люди, кого он сам добавил в круги. Это была программа «Точнее.рум». И в конце, как всегда, наше традиционное видео с YouTube. Птица говорит, отличается умом и несовершеннолетней. 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 Птица говорит отличаться у бабок. Антушка, Антушка. Уйдём. Всё. Всё. Гриша, мальчик, попугайчик. Попугайчик. Гриша, мальчик, ты говоришь, это припевочка. Гриша, мальчик, попугайчик.